дорогие друзья всем здравствуйте до сегодняшнего дня считалось что вязание на вязальных машинах при помощи моточной пряжи это не самый лучший вариант потому что очень короткие нити и неудобно их соединять благодаря текстильному клею гетерман который вы можете приобрести в интернет-магазине швейный мир по промокоду лорейн с очень приятной скидкой это теперь не составляет проблем держим клей рядом с собой в моточках пряжи впрочем как и в бобинах частенько встречаются узелки для вязания ни ручного не машинного нам такой узелок не нужен мы его обрезаем берем текстильный клей открываем его складываем между собой два кончика пряжи выдавливаем немножечко клея клей очень экономично расходуется и соединяем нить между собой даем немножечко просохнуть на упаковке написано что для полного застывания требуется 25 минут клей абсолютно эластичный и эластичным остается даже после высыхания для пряжи нужно времени гораздо меньше буквально несколько секунд и ваша склеечка готова и как видите она абсолютно прочная и мы можем дальше перематывать нить и так обратите внимание мой маленький 50 граммов моточек закончился и мне нужно присоединить 2 снова складываем наши склеиваем и кончики пряжи берем наш клей наносим его хочу заметить что клей абсолютно прозрачный и никак не влияет на цвет пряжи и как видите мы получили нить которая вообще ничем не отличается от остальной нити для эксперимента я предлагаю вам постирать и склеиваемую нить и небольшой образец которые мы с вами свяжем из склейки нити потому что многих интересует вопрос как же поведет себя клей во время стирки склеиваемая пряжа ткани можно стирать при температуре до 40 градусов что собственно говоря и нужно для наших трикотажных изделий только что мы с вами увидели что клей прекрасно себя при повел при перемотке пряжи он замечательно выдерживает натяжение при перемотке теперь давайте уже посмотрим как он поведет себя при вязании на вязальной машине ведь нам известно что натяжение и усилия на пряжу при вязании на вязальной машине значительно больше чем при ручном вязании поэтому для чистоты эксперимента чтобы вы не сомневались я обрежу пряжу с имитируем что у нас закончился с вами моточек наносим клей тоненьким тоненьким слоем он очень легко наносится склеиваем нашу пряжу ждем несколько секунд смотрите есть ровная и не видно что мы что-либо склеивали и продолжаем вязать вот здесь был наш склеиваем кусочек я предлагаю вам и еще и взять два кончика которые мы тоже с вами склеим при этом заметьте я не выжидала 25 минут как написано в инструкции я так понимаю что 25 минут нужно выдержать возможно для полного склеивания ткани еще расклеиваем наши нити добавим немножечко средства для стирки шерсти водичка не выше 40 градусов собственно говоря именно при такой температуре мы истираем наши трикотажные вещи стиральной машины но я не буду погружать небольшой кусочек стиральную машину мы погружаем его в мыльный раствор и также в наш мыльный раствор помещаем склеенный кусочек пряжи итак посмотрите ничего не происходит с нашим склеенным кусочком наша нить осталась абсолютно цельной и склеенный так что друзья вы все еще связываете кончики нити если да и вам это не очень нравится тогда вам совершенно точно в интернет-магазин ширины мир заклеим гютерман для текстиля также хочу вам показать еще один клей это клей прайм клей спрей для текстиля для шитья подгибки кромок и ремонта который также можно использовать для склеивания пряжи но этот аэрозольный клей активируется теплом и можно склеивать не только пряжу любые текстильные поверхности этим конечно тоже можно склеивать любые текстильные поверхности но именно этот клей активируется теплом давайте посмотрим как это работает. Производитель заявляет, что на эластичность ткани клей никак не влияет и также выдерживает стирку до 40 градусов. Клей также бесцветный, наносится на расстоянии 15-20 сантиметров. Вы видите, что он абсолютно бесцветный. А теперь склеим два фрагмента между собой. Вы видите, что наши поверхности надежно склеены. При этом ткань абсолютно не потеряла свою эластичность. Склеить два кончика аэрозольного клея также не составит труда. Единственное, мне конечно предпочтительнее для вязания на машине использовать вот такой клей, потому что можно подклеить, не отходя от вязания машины, и продолжить вязать. А этот клей все-таки активируется теплом. И мы с вами тоже склеили наши кончики пряжи и склеиваемая часть абсолютно не потеряла свою эластичность. И коль мы сегодня с вами говорим о различных клеях, то я хочу вам показать еще два очень хороших, два очень удобных клея, которые мы можем использовать и нужно использовать в нашем рукоделии, которые облегчат нам работу. Это вот такой вот клеевой карандаш и вот такой клей в аэрозольной упаковке для временной фиксации. Например, этот клей для временной фиксации клей-карандаш. Он мне уже немножко некрасиво, потому что я его активно использую. Например, для притачивания молнии, в том числе, кстати, и к трикотажным изделиям. Он дает нам временное клеевое сметывание. Наносим клей на поверхность. Складываем поверхности, которые нам нужно стачать и получаем замечательное временное клеевое сметывание. Смотрите, как быстро и удобно. Особенно это удобно тогда, когда нужно стачать между тусовою множество мелких элементов, множество мелких деталей. Благодаря этому клею не нужно использовать множество игл и булавок для фиксации. Он абсолютно растворяется при стирке и легко удаляется с ткани, пряжи и так далее. Но также будет полезен не только тем, кто шьет, но и тем, кто вяжет для сборки и фиксации различных деталей и элементов. И этот клей также для временной фиксации тканей и бумаги очень пригодится вам для ваших больших проектов. Для больших вязаных пледов, которым вы собираетесь притачивать подклад, флизелин, любые утеплители, очень удобно на большие поверхности распылить вот такой клей временной фиксации, который надежно зафиксирует подклад для вашего пледа и позволит вам очень аккуратно и очень красиво выполнить стежку вашего пледа, вашего покрывала, аккуратно приточать подклад к вашим вязаным или вшитым корточкам, кардиганам, пиджакам, а также позволит временно зафиксировать молнию, что особенно важно для трикотажных изделий.